Я Кирилл заул. А что с тобой случилось, Кирилл? Я курнул чуть-чуть вообще. Смешно и весело, но это только на первый взгляд. Формула наркотического наслаждения губительна. Деньги, кайф, тюрьма, а зачастую смерть. История без будущего. Эту проблему нужно решать, сообща. Бавруиск вновь стал дискуссионной площадкой. На повестке борьба с наркотиками. В конференц-зале представители различных ведомств. Образование, медицина, МВД. Без раскачиваний. Сразу к делу. Несовершеннолетние. И здесь эпидемия коронавируса сыграла свою отрицательную роль. У детей стало больше свободного времени. Родители заняты работой и другими делами. Чем живет их чадо, с кем общается. Зачастую этот вопрос остается без ответа. Поэтому мы сейчас перестраиваем вектор этой работы. Поэтому мы здесь. И мы услышали сегодня то, что действительно понимание есть. И работа в этом направлении велась. Но сейчас эта работа будет просто усилена и вестись более активно. Именно с родительским потенциалом. Переформатируют работу и в сфере образования на всех уровнях. От дошкольного до высшего. Распространение наркотиков вещь прибыльная. Как раз на финансовую наживку и попадаются несовершеннолетние. И от такого улова страдают как дети, так и их родители. Если молодой человек как-то уже уходит с поля зрения образования, то как родитель он видит своих детей. И сейчас, когда время информационных технологий, когда молодежь уходит в интернет, эта работа меняется. И мы ищем новые формы работы. Именно для того, чтобы как можно больше круг людей вовлечь в эту профилактическую деятельность. Как известно, на войне все средства хороши. А борьба с наркотиками – это война. Поэтому задействованы все рычаги. Беседы на предприятиях, видеоролики, путовые радио, встречи правоохранителей с учащимися. Битва за разум людей вышла на новый уровень. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.